Сегодня в Казахстане проживает более 130 различных национальностей и этнических групп. Из них значительное количество ежедневно вносит свой уникальный вклад в культурное и общественное разнообразие страны. Одна из них — преподаватель казахского языка Алина Кан. Родившись в русскоязычной семье, она не только освоила государственный язык, но и посвятила свою жизнь его преподаванию, став мостом между культурами. О жизненном пути педагога и общественного деятеля расскажет Адель Акжаркенова. В многонациональном Казахстане, стране, где переплетаются культуры и традиции, люди различного этнического происхождения находят общий язык в уважении и развитии казахских обычаев. Одна из них — Алина Кан, педагог государственного языка, любящая маму и успешный общественный деятель. Казахский язык Алина полюбила с раннего детства. Будучи еще ребенком, она поставила себе цель — формировать многоязычное и многокультурное общество. В детстве я не владела казахским языком, так как в моей семье все разговаривали на русском. Мне было интересно, на каком языке общаются ребята на улице. Мне хотелось играть с ними и понимать их. Так зародилась моя любовь к государственному языку, обычаям и традициям намадов. А в школе, благодаря учителям, я обрела мечту преподавать казахский язык. Методы обучения Алины Кан сочетают в себе глубокое уважение к традициям и инновационные подходы. Ее уроки привлекают релакантов из России и всех, кто стремится изучить казахский язык. Как отмечают ученики, Алина Ханам не просто преподает казахский язык. Она вдыхает в него жизнь, делая доступным и понятным для всех. Изучала в школе казахский язык, но я уезжала в другую страну. И сейчас решила изучать казахский язык, так как нужен повседневной жизни. И хочу проработать дикцию. Мне нравится преподаватель, потому что мне нравится структура преподавания, подготовка. И действительно, которые нужны слова мы изучаем и темы. Развивать язык, конечно, нужно. Развивать в целях образования, в первую очередь. Как отмечает героиня нашего сюжета, она не просто уважает культуру страны, в которой живет, но и активно участвует в ее сохранении и развитии. К примеру, прививая любовь у своей семьи к казахским традициям. Я живу по казахским обычаям. Каждую пятницу стараюсь готовить джета-шельпе. Когда приходят гости, угощаю их традиционными блюдами. Сейчас моему сыну три года, я отдала его в казахскую группу в детском саду. А скоро планируем провести сундитой. Можно сказать, что мы обычная казахская семья. В будущем Алина планирует внести свой вклад в развитие образовательной сферы на государственном языке и сохранение культурного наследия своей страны. Преподаватель отмечает, что изучать казахский никогда не поздно и призывает всех в это увлекательное путешествие.